Когда не смотрели, не обращали, это суточное рациональное потребление нутрициентов, значит, в одной капсуле или таблетке. Так вот, предпочтительнее, конечно, я считаю, выбирать тот комплекс, допустим, где есть все микроэлементы, допустим, и витамины. Вот защитную формула, я люблю с ней работать, да. Вот защитная формула, очень великолепный препарат, да, но работает в сочетании очень хорошо с витамином Е и витамином С. Хотя там маленькие дозы есть витамина С в защитной формуле, но когда я усиливаю вот это вот, да еще и даю запивать хлорокин, ой, какая пречность, не передать. Сейчас я вам дам схемы, только, как работает, с чем, допустим, какой микроэлемент. Особенно это нужно весной аидерой. Даю прямого, я это все работаю с этим, практика у меня большая, я вам даю по микроэлементам. Смотрите, кальций, пишите себе кальций. Великолепно работает с магнием, цинком и витамином D. Написали? Железо с витамином С и медью. Потрясающий эффект. Ну, я вам скажу сейчас, вот вопрос тут выдавали по гипертонии. Сейчас, раз я попутаю. Железо с витамином С и медью. Написали? А кальций с магнием, цинком и витамином D. Я сравню, тут есть врачи, я просто расскажу. Что такое оксид магния? Знаете, да? Это магнезия, которую дают при повышенном давлении. Ну, там гипазол, папаварин и так далее. Так вот, если мы даем свободные аминокислоты, добавляем, а там есть оксид магния в ходе, вы знаете, давление нормализуется. Нормализуется. Даже если даете одну свободную, ну, имеется одну таблетку свободных аминокислот, да, и, а там есть оксид магния, и плюс туда добавляем витамин С. Это шикарно, 140 на 90, 140 на 80. Это для таких ярых, простите, за такое название, гипертоников. Вот понимаете, как великолепно это работает. Так зачем магнию тогда колоть, снижать, когда можно давать питание, постоянно вот такое питание на клеточном уровне, и человек будет себя чувствовать великолепно. Почему дают магнезию? Да потому что магния не хватает в организме, в этого гипертоника. Понимаете? Как только дали, сердечная мышца усиливает свое кровообращение. Тут все уже сразу идет. Пошли дальше. Магния работает с кальцием, фосфором и витамином В6. Я вам люблю тематично. Магния работает с кальцием, фосфором и витамином В6. Дальше. Селин. С витамином работает А, С и Е. Кстати говоря, вот эта формула с витамином А, С и Е защитная. Но я хочу вам сказать такую вещь. При подаче такой формулы и еще добавить сюда протеазу, рассасываются мастопатии и миомы. Эндометриозы уходят. Только принимать нужно месяца три. Защитная формула плюс протеаза. Плюс. Но я вам даю не саму формулу. Я вам даю фактически, как работает селин. На основании, допустим, с витаминами А, С и Е. Это рассасывающая формула. Просто так вам вот скажу. Это рассасывающая формула. Цинк. Пошел дальше цинк. Я даю вам микроэлементам и с чем они работают великолепно. Кстати, это всем необходимо знать. И потребителям, и врачам. Это замечательно работает. Понимаете? И убедилась. Убедилась. Сто процентов. Еще расскажу результаты сейчас. Снижайшие результаты. Мы привезли их. Раиса Александровна из Венигорода. Расскажем. Сейчас закончу схему. Цинк. Глюканат цинка. Вот это вот вещество, сын. Мы когда-то с вами, целая у нас была лекция, да? При простудах, при гриппах, при всех танзелитах и тому подобное. Глюканат. Применяется. С применением А и меди. Меди. Витамина А и меди. Сразу идет реакция. Сразу. А теперь берем отдельно. Витамин А. Работает в смеси с каротиноидами. Витамин С. Препаратов вместе с биофлавоноидами. Откройте книжечку, почитайте. Я все равно всем и буду давать, но все-таки не откройте. Ха-ха. С биофлавоноидами. Есть флабоны, называется. Биофлавоноиды. Фитонциды. Привыкайте к таким словам, потому что это необходимо сегодня. Не потому что вы станете медиками или микробиологами. Нет. Это необходимость познания здорового образа жизни. Что для этого нужно, что можно посоветовать. Вы же не медики. Но вы работать обязаны, допустим, коль вы пришли работать, работаете с чем? С нутрицептиками. А это нутрицептики. А нутрициолог, что это такое? Все, что связано с растительным. А, Ира? Какой витамин Биофлавоноиды? Витамин С. Витамин Е со смесью токоферолов. А мы с вами проходили антиоксидант. Я вам рассказывала. Значит, пишите себе. Витамин Е со смесью токоферолов. Сейчас объясню, что это такое. В организме обычного здорового человека существ есть линолевая, так называемая, и альфа-липоевая кислоты. Помните, мы с вами говорили? Они известны как незаменимые жирные кислоты. Незаменимые, да? Так вот, они превращаются в такие важные вещества, как просто блондины. Но я не могу без этих слов. Я не знаю, как вам это объяснить. Ну, не могу. Просто иначе не... Но я скажу, что такое простогландин. Они регулируют ряд жизненно важных функций в организме. То есть вся регуляция идет. Вместе с простогландинами, если есть эти ликопен, липоевая кислота, да, полиненасыщенные, и плюс витамин Е. Все ясно, да? Вырабатывают простогландины. Без этого жизни нет, как без энзимов. Ну, а теперь поговорим о следующий момент. А с карбиновой мы говорим, как-то кислота или что? Ну, еще называется гидролексирующий фермент. А? Состояние, которое выступает в роли антиоксидантов. А? В роли антиоксидантов. Что такое? Это витамин С, да? Очень серьезный витамин С. В весенне-летний период вообще. Даже летом его можно принимать. Вот если йод, например, летом нужно принимать как можно меньше, потому что очень много солнечной радиации, вырабатывается очень много йода, который не нужен нам. Вот другой, неактивный так называемый, да? Значит, то есть здесь, например, витамин С нужно принимать весной обязательно, чтобы не заболеть. А летом, чтобы не умереть, от инфаркта или инсульта. Понимаете? Витамин С и даже 2-3 микродозы, это будет великолепно для состояния здоровья. Так вот, с участием астарбиновой кислоты или витамина С происходит, ну, так называемая, инактивация свободных радикалов. Помните, что это такое? Да? Свободные радикалы, что это? Оксидант или окислитель. Все знают, да? Так вот, является антиоксидантом, астарбиновая кислота фактически, то есть витамин С, предохраняет наши мембраны клеток, да? В частности, от повреждений и перекисного окисления. Давайте немножко вспомним, что же такое, мы говорили о окислителе, да, свободный, как предохраняет. У нас в организме 220 миллиардов клеток. Каждая клеточка имеет свою мембрану, свое ядро. И вот если в эту клеточку попало действительно то вещество, которое необходимо организму, если в этой клеточке много, да, то у нас существуют такие переносные, называются клеточки, которые перенозят. Цепь она вот такая, мы можем показать только на книжке, вот видите, да? Вот так у нас, значит, микроэлемент одна цепочка цепляет в клеточку другую, третью и так далее и тому подобное. Так вот, если в этой клеточке много этих веществ, то существуют так называемые переносчики, транспортные, да, клеточки, которые переносят вещества в этой много, а в другую переносят, где не хватает. Понимаете? Такая существует цепь. Так вот. Если сегодня говорить о витамине С, то надо сказать, он функционирует не только как антиоксидант. То есть, вот если, не дай Бог, появляется раковая клетка. А? Появляется. Без участия витамина С клетка может начать делиться. Ее нужно нейтрализовать. Значит, нужен витамин С. Слышите? Нейтрализовать. А если еще добавить витамин Е и бета-каротин, разрушается свободный радикал, слышите? И работает великолепно. Предотвращает образование этих клеток в желудочно-кишечном тракте, прежде всего, канцерогенных веществ. То есть, канцерогенные вещества – это нитраты, нитриниты и так далее. Пестициды, гербициды, ртуки – это соли тяжелых металлов и так далее. Так вот, если поступает витамин С, да, он как чичит, а мы с чем-то, с водой поступают такие нитраты, да, и с консервированной пищей у нас может быть, то если не будет витамина С, почему его нужно каждый день? Вы понимаете, почему? Потому что он не вырабатывает с организма. А? Ну вот если его не будет. Не дай Бог сформировалась там такая клеточка, она очень быстро делится. А если будет витамин С поступать ежедневно, да, то, извините, такая клеточка не делится, свободные радикалы уничтожаются. Это всем ясно? Да. Ну вообще существует мнение, что иммунные клетки, например, накапливают витамин С в количестве в 100 раз превышающих его содержание в крови. Но оно так же быстро исчезает. Вот в чем вопрос. Так же быстро исчезает. При разрушении витамина, допустим, Е, разрушается очень быстро, да? Если нет витамина С, он быстро исчезает. Но как только появляется витамин С, восстанавливается витамин Е. Вот какая мудрая наша организма, да? Какая мудрая, да? То есть сразу восстанавливается и включается. Дальше, витамин С является протектором редуктанной фолиевой кислоты. Почему я так говорю? Что такое фолиевая кислота? Это вещество... Что-то непонятно? Раз, говорите. Значит, смотрите. Ну как вам объяснить? Сейчас, сейчас, сейчас. При поступлении в организм витамина С должны вырабатываться определенные кислоты. Например, беременная женщина, вернее, хочет забеременеть, да? Чтобы она забеременела, нужно, чтобы вырабатывались определенные гормоны, да? Нужно, чтобы была фолиевая кислота. Без участия витамина С фолиевая кислота в организме не вырабатывается, понятно? Да. Репродуктивная функция женщины только тогда будет работать, когда есть витамин С и фолиевая кислота. Это доказано. Кстати говоря, у меня такие результаты есть. Вот, великолепные результаты. Когда они беременеют по 12 лет, потом пришли, мы начали давать схемы. Великолепные пошли результаты. Нас сейчас Вика родилась, Качалина. Викой назвали. Викой назвали, да. Вот победила сама себя, ну слава Богу. Да. Есть еще у нас Андрюшка родился, вот буквально недавно тоже. Это все работали микроэлементы. Еще раз объясняю. Без фолиевой кислоты. Это один момент. Но если нет витамина С, фолиевая кислота очень быстро отстанчается, ее нет в организме. Ясно? Ну, где можно еще кроме, допустим, биологически активных веществ получить витамин С? Где? Изюм. Да? Знаете? Изюм. Зеленые овощи. Посмотрите, витамин С нужен там, где есть растительную, из растительной пищи, допустим, добывается что-то, да, какая-то кислота и тому подобное. А вот из мяса, хочу вам сказать, можно получить, допустим, витамин С почти не влияет на усвоение железа из мяса. Понимаете, что делать? Все с растительной, вот пытаясь вам по микробиологии, все с растительностью больше, получая микроэлементов, чем из мяса, например, даже тот витамин С не работает. Вот почему нужна растительная пища больше, допустим, потому что это все не всегда усваивается. Даже забытое из мяса, допустим, витамин С. Дальше. Ну, аскорбиновая кислота или витамин С имеет большое значение в синтезе кортикостероидных гормонов и гормонов щитовидной железы. Смотрите, какое важное значение имеет витамин С. То есть, если даже йода поступает в щитовидную железу, мы говорим, да, но не будет витамина С, это будет быстро выводиться. То есть, способность, допустим, щитовидной железы будет работать, вырабатывать гормоны лучше, когда мы будем добавлять витамин С. Это всем понятно, да? Еще что выявлено, если, например, сегодня, вот весна, больше всего бактерий, вирусы, стриптококки, стопилококки появляются, воспалительные, нанечковые все заболевания.